добрый день итак мы изготовили силиконовую форму следующим этапом надо нам ее залить перед заливкой чтобы минимальное количество образовалась форме наших поднутрениях а у нас рельеф очень богатый очень много перышек мелких деталей элементов и там как правило образуются ладошные пузырьки чтобы их отсюда вывести используем средства капля для окон и зеркал продается в обычном бытовом магазине легко обрабатываем форму собираем обратной последовательностью следующим этапом что нам надо нам надо отмерить необходимое количество гипса из личного опыта скажу что на данную модель фигуру грамм 400 гипса будет вполне достаточно включаем весы обнуляем нашу тару гипсе использую самарский г-16 надеюсь видно мешок видно нет меняем 400 грамм 400 грамм после чего убираю убирают меренный гипс не ставлю на весы нашу тару так таров которые будем замешивать наши гипс тоже него немаловажный такой аспект почему именно пластиковое ведро и черного цвета объем его до ведра 5 литров ведро мягко но гнется проминается и его в дальнейшем очень хорошо и удобно будет чистить от остатков гипса который там будет находиться не какой-то резиновая резиновые ведра не подходят потому что процессе замешивания ваше резиновое ведро от него отделяется кусочки сухого гипса он попадает в новую смесь и вот этот сухой кусочек когда начинаете заливать эту форму начинает образовываться там в этом месте сухого кусочка центр кристаллизации в этом месте потом получается достаточно толстая часть отливки в общем советую черное ведро очень удобно проверено я даже одно время заказывал с алиэкспресс силиконовое ведро для попкорна она не пошло отдал за него 600 рублей ждал две недели и но не пошло так что используем черное ведро дальше чем будем замешивать на практике показала что вот такой вот венчик именно такой формы дает минимальное количество пузырей он хорошо перемешивает в отличие от вот этого этот венчик дает большое количество пузырей но перемешивать также а вот этот именно поскольку мы боимся за качество наших отлив советую обнуляем тару если кому надо ссылку под видео оставлю на весы весы хорошие очень доволен и наливаем воду до обычная холодная не никак не подготовленная еще что-то так как рассчитать количество воды по отношению гипсу знаю что нам необходимо 400 грамм гипса 400 грамм надо умножить на 666 и поделить на 1000 и своего личного опыта знаю что на 1000 грамм необходимо 666 грамм воды на 1000 грамм гипса 666 грамм воды это прошу пришел я чисто экспериментальным путем следствие ну то есть на своем личном опыте советую применять такую пропорцию даже если у вас другой гипс в моем регионе это работает посмотрите как у вас я думаю большинству регионов этот такой способ подходит почему получается достаточно жиденько и все проливается чем жижи гипс жижи ваша смесь тем меньше количество пузырей форме образуется и чуть-чуть растягивается время время жизни смеси гипсовой дальше замешиваем то есть 400 грамм гипса нам необходимо 266 грамм воды то есть мы взяли 400 грамм гипса нашего умножили на 666 поделили на 1000 получили 266 грамм воды отмеряем дальше берем наш венчик венчик берем наш гипс начинаем растушивать нашу воду и высыпаем туда гипс все перемешали выливаем наш форму получилось у нас чуть больше половины следующее действие мы просто начинаем крутить нашу форму руках я всегда отливал на станке и вручную никогда не отливал когда вы отливаете вручную перетягиваете свою форму резинками то у вас еще появляется донышко я советую когда вы достигнете определенного уровня мастерства вас придет появится определенная своя клиентская база ставить на качество на своих отливках примерно следующим образом раз это будет ваш логотип вашей фирмы по которому вас легко будет узнавать то есть это что-то типа бренда вашего поскольку наша отливка небольшая легко перекатывая заполняя все углубления вращаю нашу форму из стороны в сторону перекатывая туда-сюда до тех пор пока наш гипс не начнет твердеть не загустеет при отливке вручную в это почувствуете советую на начальном этапе весь всю эту операцию проводить при открытом донышке тогда вы будете видеть как смесь заполнять все углубления поднутренней отрицательные углы как она перекатывается по рельеф вашей силиконовой формы в общем сейчас кручу верчу до тех пор пока смесь не застынет не затвердеет а потом уже включу и покажу уже готовый результат и так прошло время приблизительно 15-20 минут и можем расформовать что хочу добавить если у вас несложная форма что значит несложная форма значит она напоминает или имеет шар овал что то такое то такие модели такие отливки можно расформовать видно хоть на приблизительно через 15 12 15 минут после замешивания то есть с момента замешивания гипса до момента расформовки вас проходит 12 15 если у вас форма посложнее и имеет сложные разъемы глубокие поднутренние обратные вы пример как вот такая вот то здесь и сам разъем достаточно непростой сейчас покажу вот отливка вот сама форма разъем достаточно непростой вот он идет у такой сложный профиль покажу на части силиконовой и здесь достаточно глубокие элементы то в таком случае вам подождать придется подошли на минут 20 чтобы гипс окончательно схватился и в процессе расформовки приходится вам тянуть где-то из таких глубоких поднутрений чтобы не сломать отливку то есть при сложных моделях и сложных отливках время распорядки увеличивается если модель простенькая то время расформовки 12 15 минут это тоже значит приступаем кросс раз формовки еще один такой немаловажный момент бывает сложные формы еще сложнее чем эти большие глубоким поднутрением или к примеру как вот это вот то такие формы обкатывают за два раза что значит за два раза приблизительно нам вот такой вот формы необходимо 600 грамм гипса 600 грамм гипса 400 грамм воды делим приблизительно пополам начала замешали 300 и 150 и 200 до обкатали все это дело смотрите гипс начинает густеть уже обкатали сложные места и добавили второй второй раз замешали еще 300 грамм гипса и еще раз обкатали в конце после того как обкатали уже все сложные места смотрим что везде все заполнилось откатываем такие вот сложные фигуры с открытым донышком сначала обкаталась нас вертикальные поверхности и а потом уже дно то есть потом в конце просто переворачиваем с добавленным уже второй раз гипсом на основании нашу форму и в таком положении она остается до окончательного затвердевания значит еще один момент перед расформовкой как бы вы не старались отлить в руках как бы вы и аккуратно не крутили качество отливки вручную гораздо хуже я вам покажу сейчас какие пузырьки появляются на поверхности если с камерой сфокусируется то их будет видно что их достаточно много таких пузырь пузырей я никогда не наблюдал при отливки на станке то есть у нас станок в этом отношении дает гораздо качественнее качественную отливку это сто процентов гипси использовал тот же самый вот вода та же самая замешивал тем же самым венчиком при одних и тех же условиях на станке получается гораздо качественный отливки ладно это теперь точно про сформовки сначала снимаем тыльную часть поскольку она самая простая то есть потом переворачиваем на плоское основание снимаем жесткий кожух и снимаем лицевую часть то есть когда ваша отливка несложная напоминает шара вал там что такое процесс расформовки происходит гораздо быстро и легко вот еще раз покажу копилочка пустотелая фигурка вернее еще отливка пустотелая получилось вот по качеству на вот такая вот конечно вот эти вот пузырьки все портят станок в этом плане гораздо лучше чем отливать вручную новую станка тоже есть минусы у него есть цикл за который он совершает отклику вручную можно сделать больше за смену чем сделать на станке даже при условии что если вы будете устанавливать по три формы на станок за раз потому что станок цикл у него вручение порядка 10 минут в общем и там и там есть плюсы и минусы только станке получается более качественная отливка станке вы не гнете свою спину поскольку отливка вручную это все-таки нагрузка на спину вы все время в руках держите и форму и сами стоите вертикальном положении форма сама имеет вес плюс материал который заполнить и гипсами вес и вы больше одной формы в руках не можете крутить если у вас примеру не один станок а два или три что это вполне реально для большого производства то тогда вы можете легко конкурировать с ручной отливкой при этом сильно не напрягаясь и иметь всего одно отличие причем станок если уже брать его для производства и затачивать разные цели и задачи примеру один отливает станок три небольшие формы один станок отливает одну большую форму допустим где-то метр высотой и третий станок отливает по листу по моему неплохое решение но это для крупных производств поскольку мы сейчас разговариваем все-таки о мелкосерийном или штучном производстве вашим возможно даже для единичного производства сколько кто-то хочет делать авторские работы дома у себя спокойно то на конечно подойдут подойдет больше отливка вручную то есть про станок в этом случае точно забываем и это нам не актуально хотя по качеству здесь сложно конкурировать со станком это безупречно даже при условии того что вы набьете руку у вас будет опыта в этом деле много качества здесь конечно станок даст выше такие формы тоже заточенный подстанок и отливать их руках безусловно не совсем удобно они больше заточены под станок их удобно ставить но как фиксировать удобно на станке для ручной отливки они конечно могут подойти но не совсем работать удобно так же самое что форма для ручной отливки не подойдут к станку ими тоже можно работать но это неудобно в общем по отливке я рассказал все что но как приготовить форму каких пропорциях замешать как отлить через сколько достать как расформовать надеюсь это видео будет полезно вы сможете так же легко и просто отливать свои авторские работы и получать готовые изделия